Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии программы я, Ирина Чекунова, а в «Экспертах» представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Евдокимов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области. Александр Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! И Сергей Евгеньевич Шлыков, начальник Тверского инспекторского отделения ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день! Мы вновь уже по традиции с вами встречаемся на стыке сезонов, говорим о рисках, теперь уже весны, кажется, совсем недавно мы встречались на пике зимнего периода, говорили о том, как уберечь себя, как уберечь свои жизни в зимний период, вот уже весна, и поговорим о мерах безопасности в это время года каждого из жителей региона. Итак, начнем со статистики, что принесло начало года, как Тверской регион пережил зиму, с кого начнем, ну давайте с пожаров, наверное, сколько пожаров было, есть ли такая у вас статистика, и что мы можем привести, как наиболее такие значимые, серьезные возгорания. Да, спасибо. У нас произошло с начала года уже более 360 пожаров, к сожалению, на пожарах погибло 34 человека, травмировано 15 человек. Если брать аналогичный период прошлого года, у нас наблюдается рост как по пожарам, так и по погибшим на них людям. А что же может стать с причиной? Вроде бы, вот мы тоже самое в этой же студии, мы постоянно предупреждаем, да, что можно, чего нельзя ни в коем случае делать. Это о чем говорит, или какие-то причины другие? Данная статистика нами ежедневно обобщается, ежедневно анализируется, также ежедневно, и затем уже по факту разбора пожара мы анализируем причины этих пожаров. Так вот, эти два с лишним месяца уже показали, что 37% пожаров у нас происходят по причине неправильной эксплуатации, либо неисправности электрооборудования и электропроводки. И 29% пожара, это львиная доля, две вот этих причины, это неправильная эксплуатация отопительных печей. То есть все, что связано с обогревом? Да, в совокупности нам это дает 66% всех причин пожаров, и такая причина, которая раньше была у нас всегда на первом месте, как неосторожность при курении, в том числе в нетрезвом виде, сейчас у нас на третьем месте уже отодвигается на второй план 15% всего лишь. Ну, с одной стороны, хорошо, конечно, что человеческий фактор пресловутый отошел, да, как-то на задний план, но тем не менее, электричество и печки, это то, о чем людям нужно позаботиться было заранее. Да, это то, о чем мы говорим беспрестанно говорить, начали мы об этом в период обострения холодов, то есть это с середины января этого года. Напечатали более 15 тысяч листовок, мы здесь в главном управлении, мы об этом постоянно говорим на уроках безопасности в школах, проводим также подворовые обходы ежедневно, порядка 500 этих подворовых обходов проводится. Мы привлекаем к этим мероприятиям администрацию, пожарно-спасательные гарнизоны, также органы соцзащиты, опеки, проводим полный комплекс тех мер, которые мы запланировали согласно общих планов. Ну, тем не менее, может быть, сказалась предыдущая зима, когда вот мы собирались, не было снега, было тепло, и люди, может быть, понадеялись на то, что в этом году будет то же самое. Был ли шанс исправить положение уже зимой, вот что-то подремонтировать, проверить ту же самую проводку, вот то, что, эффективность вот этих листовок, тех же самых, которые вы распространяли? Ну, естественно, мы в преддверии вот этого вот, Холодов об этом всегда говорили, у нас есть такая профилактическая операция, как отопление, мы не только в январе начали, естественно, эту работу, мы ее начали осенью, вот, мы были готовы к этому, но, тем не менее, если брать, повторюсь, опять же, статистику, у нас наблюдается рост как по погибшим, так и по пожарам. Вот, вместе с тем, ну, будем работать дальше, будем эту ситуацию исправлять, будем доносить до населения, то есть, как им надо действовать в той или иной ситуации. Тогда мы, давайте, о резонансных пожарах поговорим чуточку попозже. Сережка, вам вопрос относительно статистики на воде. Как-то повлияла, повлияла в том числе и наша профилактическая работа на то, с какими результатами прошла зима? Ну, по сравнению с прошлым годом, вот этот же период, зимний, осенне-зимний, весенний период, у нас на три погибших менее, чем в прошлом году. Но нас еще ждет март, а март – это самый опасный месяц, и тем более в этом году, как мы ожидаем, что зима затяжная, у нас еще на этой неделе предстоят морозы, и снег, и лед будет таять очень медленно. То есть, до последнего будет уходить на лед? Да, мы думаем, что до середины апреля лед будет стоять, тем более на озерах и на водохранилищах, будет стоять лед. И смотрим, снега много, да, в этом году все-таки довольно-таки снежная зима? Да, снег, он как бы обратную сторону медали имеет, потому что под снегом лед не нарастал. Вот что вот мы говорили как раз в январе, что нужно быть аккуратными и осторожными. Вроде кажется, что и морозы стояли в январе, потом у нас как бы было потепление, снег немножко подтаял, немножко корка наросла. Но, введя, так сказать, статистику толщины льда, особенно в областном центре, мы видим, что у нас где-то он 20 сантиметров, а где-то открытая вода. Вот, кстати, да, вот мы в минувшие праздники за пределы региона выезжали, проезжали реки нашего Тверского региона, видели вот со стороны, что такое ощущение, что май месяц, некоторые вообще безо льда. Там, наверное, теплые какие-то ручьи падают. У нас не ручьи, у нас так называемые ливневки. Вот, например, если взять областной центр, то в районе вагонного завода сброс идет теплых ливневок, то есть левый берег не замерзает. ТЭЦ-3 в Тверцу, в которой идет теплая вода, практически у нас только левый берег чуть-чуть замерз на Тверце, и все. После впадения, да, в районе речного вокзала Тверцы в Волгу, соответственно, эта теплая вода уже идет по Волге. И до самого Эмауса у нас лед, ну, никакой, можно так сказать. А люди немножечко, ну, относятся с непониманием к этому. Хотя мы предупреждаем, мы вот буквально неделю назад уже даже выставили пост около кинотеатра «Звезда» совместно с администрацией города Твери. Чтобы людей не проходили. Чтобы людей предупреждать, да, чтобы людям объяснять. Потому что вот эти подкруты, вот эти ливневки, они, так сказать, играют такую очень злую шутку. Вроде сверху припорошило, да, даже вот сейчас снег выпал, вроде не видно, да, что там промоено или еще что-то. А буквально через 2-3 дня сейчас, да, тепло будет, и окажется, что под снегом, ну, имеется промоин. Ничего и нету, да? Ничего и нету, да. Но сейчас я, наверное, Сереж, хочу сказать, что вот сейчас вот в первые дни марта кажется, что мороз довольно-таки крепкий стоит, да, и у людей такая зависимость прямая. Если мороз, то, значит, и лед должен быть крепким. У нас, да, вот буквально в субботу происшествие было в районе Эмалса, вернее, не Эмалса, а элеватор, у нас там человек на льдине оторвался, и вот спасатель. Началось. Да, его, ну, благополучно сняли, все, отправили домой, крепким чаем напоили. Поэтому нужно понимать, что город Тверь, да, и буквально до городни льда нету. Можно вот так вот смело заявить, может быть, он просто по закрайкам есть, по берегам, а середины льда нету. То есть людям надо четко это понимать, осознавать и ни в коем случае не выходить. Но это прежде всего предостережение рыбакам, да, наверное, кто выходит, или тем, кто пытается сократить дорогу всем, да? У нас традиционные в городе переходы, вот почему мы посты выставляем, это в районе кинотеатра «Звезда», это в районе Афанасия Никитина, вот здесь вот у нас, где городской пляж. И в районе Ривьеры, вот, кафе, это вот ближе к Скворцово-Степановой улице, то есть там тоже одно время переходили люди. Пост, задача, это прежде всего предупреждать, или преграждать собой, тут не хватит целой армии, наверное, чтобы преграждал кто-то. С этой стороны вышли, конечно, сотрудники не допустят, тем более работают сотрудники администрации города Твери, это управление по обеспечению безопасной жизнедеятельности, которые полномочны наложить административное наказание. Потому что аншлаги установлены специально, мы ленточки натянули предупредительные, чтобы люди понимали, что здесь опасно, не просто можно для здоровья что-то, какое-то повреждение получить, а опасно для жизни. Тем более у нас были такие случаи, когда человек вступал на лед, и люди погибали. У нас буквально в январе месяце вот на улице Чудова один гражданин вышел, там Ливневка, он буквально наступил на край льда, прямо около берега, подскользнулся, вода холодная, упал и захлебнулся. Уважаемые друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь, напоминаю, телефон прямого эфира 300-190. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о том, как предотвратить беду в так называемом межсезонье. У нас вроде бы как зима прошла, но тем не менее снег, морозы, весна так просто не приходит, да, и зима так просто не сдает свои позиции. И начнем сейчас наш разговор с пожара, который на слуху у многих жителей региона. В ночь на 2 марта 2021 года в двухэтажном здании Торопецкого психоневрологического интерната произошел пожар. В результате есть жертвы. Одна женщина погибла, 58-й год рождения, доставили ее в больницу, она там скончалась. И другая женщина, 38-й год рождения, а также, да, скончалась в медотверждении, это пациентки этого интерната. Напомню, что в причинах разбирается региональный следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Александр Анатольевич, о чем мы можем еще сказать, о каких резонансных пожарах для нашего региона, которые, к сожалению, унесли человеческие жизни? Да, к сожалению, без резонансных пожаров в этом году так же не обходится. У нас в январе был резонансный пожар в городе Твери, где погибло 4 человека. Там была асоциальная семья, которая вела асоциальный образ жизни, то есть употребляли спиртные напитки, курили, вот, беспорядочно. Хотя, установленная причина электротехническая, но в совокупности с употреблением спиртных напитков, опять же. И курением тем же самым, да? Да. Второй резонансный пожар у нас также был в Твери с двумя погибшими на улице Озерной, это уже в феврале произошло. Причина, опять же, банальная. Курение в нетрезвом виде хозяев комнаты в коммунальной квартире. Вот, что касается этого пожара, да, это произошло уже 1 марта, в 23 часа 48 минут. Вот, причина установлена, все обстоятельства пожара установлены. Сам был на этом пожаре, разбирался лично. Выгорело сильно здание? Нет, выгорела комната, но частично пострадал коридор. Вот, такие объекты у нас, естественно, на особым контроле этот объект. Такие подобные объекты проверяются ежегодно. Профилактика там также проводится дополнительно в течение года. Ну, то есть, вот мы сейчас, вы сказали, что причины установлены. Так как возбуждено уголовное дело, официально нам об этих причинах, наверное, будет сообщать Следственный комитет, да, так как вы неуполномочены. Но что здесь, давайте еще раз акцент сделаем. Проверяются вот такие объекты, где много людей находится, где они на постоянном жительстве, можно сказать. Это и больницы в том числе, и интернаты. Здесь же все пожилые очень люди, которые, да, малоподвижны многие из них, да. То есть, раз в году или это по сезонам вы проверяете? Как минимум раз в году проводится плановая проверка, которая входит в сводный план проверок. Наш в области пожарной безопасности утверждается прокуратурой. И также проводим профилактику на этих объектах. Это уже отдельно вне плана. Вот, доводим об изменениях требований пожарной безопасности, ну, какие-то точные мероприятия в зависимости от обстановки. То есть, профилактическая работа, вы в этих профилактических рейдах, проверках, в том числе, проверяете состояние той самой электропроводки, да, из-за неисправности которой, вот у нас вы говорили в начале программы, 37% пожаров. Есть, да, у нас утверждены правила противопожарного режима, с этого года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Эти изменения мы до всех довели, в том числе и до органов соцзащиты. Если конкретно, ну, говорите о какой-то конкретике, что изменилось применительно к электропроводке, к примеру, нельзя прокладывать проводку по горючему основанию, нельзя наклеивать какие-то горючие материалы, в частности, обои на проложенную проводку. Вот, на это сейчас мы обращаем особое внимание, вот, естественно, не допускается эксплуатировать электрообогреватели там, где это не положено, вот. Нельзя эксплуатировать... Чтобы это не привело к перегрузке сети, всё это недопустимо. Поэтому на это всегда, и особенно сейчас, обращаем особое внимание. С медперсоналом вот в таких учреждениях, в больницах проводятся какие-то занятия, что-то, вот, как-то обучаются люди, как правильно себя вести, и как вести себя, если, не дай бог, случился пожар? Конечно, естественно, у руководства, а также у тех, кто назначен приказами ответственными за пожарную безопасность, должно быть пройдено, то есть, обучение пожарно-техническому минимуму, которое проводится раз в три года, а затем уже эти люди специально обученные инструктируют тот персонал, который, ну, как постояльцы в том числе, если это, естественно, ну, подходит под их психические параметры, вот. Так и сотрудников данного учреждения, все должны быть проинструктированы на требования пожарной безопасности, и это всё проверяется, заносится в журнал. И в том числе, вот эти самые планы эвакуации, да, людей при пожаре, здесь же, вот, если мы берём торопецкий психоневрологический интернат, тут же было свыше 50 человек эвакуировано, то есть, люди должны знать, куда, да, где безопасно, и как быстрее вывести на улицу. Да, конечно, такие планы разрабатываются, утверждаются, наносятся на, по последним требованиям на фотолюминесцентную бумагу, которая в темноте имеет, ну, то есть, светится, для быстрого нахождения не только тот, кто эвакуируется, выходов, но и для, в том числе, и пожарных подразделений, которые, ну, при какой-либо чрезвычайной ситуации или происшествии туда прибывают, и, соответственно, глядя на этот план, могут мгновенно сориентироваться, принять уже быстрые решения. Ну, вот, вы были на этом пожаре, как вы оценили действия медицинского персонала, как проходила эвакуация, ведь, наверное, было темно, это же было ночью, да, а свет, если случается пожар, или какой-то резервный источник света работает? Ну, я не буду сейчас оценивать действия персонала по эвакуации, то, что было эвакуировано 54 человека, это установленный факт, да, вот, все были эвакуированы, но, к сожалению, потом две женщины скончались. Да, это, наверное, отравление угарным газом, да? Ну, там все, все, на все вопросы подробнее, да, ответит нам следствие. Сергей Евгеньевич, вопрос к вам, вот, вы говорили, что у нас уже в регионе был первый случай зафиксирован, льдина оторвалась, да? Для рыбаков какой совет, как понять, что вы уже ни на чем, что-то уходит у вас из-под ног, и дальнейшие действия, как дальше спасаться, куда звонить? Если, опять же-таки, есть у человека с собой телефон, что необходимо при себе иметь, как обезопасить себя здесь? Ну, в первую очередь, если вы видите, что вдоль берега трещина имеется, потому что лед всегда отходит от берега, то есть момент перешагнул эту, ну, трещину и пошел ловить, уже дает сигнал о том, что эта трещина с утра может быть шаговой, ну, ширину шага иметь, а днем она уже может быть и 10, и 20 метров, поэтому ни в коем случае нельзя уходить. Что характерно для этого именно времени года, да, что вот они расширяются, эти трещины? Да, и в первую очередь это, ну, на водоемах с течением, это можно взять, как и реку Волгу, да, у нас здесь могут отрывы происходить, так и на севере, в Весегонском районе, на реке Малога. Зачастую залив, там в районе, например, Противе деревни, да, имеется, и Малога сама уже открыта, такие тоже были случаи, и буквально с утра ширина трещины была, ну, может быть, сантиметров в 30, а днем уже рыбаков с этой льдиной перевозили на лодках, поэтому ни в коем случае нельзя переходить такие трещины и идти рыбачить. Значит, это вот уже наличие такой трещины говорит об опасности? Ну, что может быть, да, движение льда и уже обратно, скорее всего, придется, может быть, даже эвакуировать людей, поэтому это риски, это затраты, неизвестно, чем это может кончиться, потому что ситуация очень, так сказать, и в других регионах, сейчас в новостях показывают, мы наблюдаем такие вещи, что уже льдино отрывается, а если ветер поднимается, то где открытая вода, идет волна и переходит в лед, то он уже начинает ломаться, то есть он может сломаться элементарно, даже в интернете таких роликов очень много, кому можно посмотреть и увидеть, как это происходит. Совет ваш, что нужно иметь здесь при себе рыбакам? В первую очередь, с собой необходимо все равно брать средства спасения, это веревки, тем более сейчас многие используют санки, о которых мы уже неоднократно говорили здесь. Принадлежности рыбацкие перевозят, удобно, да, чтобы на себе не носят. Ложите веревки, да и сами сани потолще веревку как бы привязывать, подлиннее использовать такую веревку. Обязательно неплохо иметь бы и средства спасения, такие как спасалки. Вот эти, о которых вы неоднократно говорили. Ну, гвозди уже это как бы прошлый век, можно сказать, сейчас средства различные продаются в магазинах, и, соответственно, неплохо было бы одевать жилеты под куртку, это уже как бы вообще не даст человеку, потому что когда человек оказался в воде, ну, 5-10 минут происходит, ну, шок, правильно, от холодной воды, ноги сводит, человек уже не может просто контролировать ничего и выбраться. А жилет, во всяком случае, его будет держать на поверхности. Если другие окажут помощь, ну, поэтому, а так человек может просто уйти под воду, под тяжестью одежды на мокше. Если такие случаи, как часто бывает, он несет человек, люди на льдине, их несет, то есть у нас часто бывают такие случаи, да, случается? Что делать здесь на льдине, как не двигаться или что-то там предпринимать, если уже понесло? Да, не подходить к краю ни в коем случае, потому что может сломаться лед, то есть постараться распределиться, да, на каких-то расстояниях друг от друга, ну, в доступности, чтобы, может быть, оказать какую-то помощь. Ну, и, тем не менее, не концентрироваться в одном месте, вот, чтобы давление на льдину распределено было от массы людей. Вот, ну, и обязательно звонить в службу спасения, ждать помощи. И говорить ориентировка, вернее, ориентация где-где, сориентировать, да, специалистов? Да, сейчас, да, многие имеют смартфоны с собой, там навигаторы установлены, и поэтому координаты дать можно уже с большой точностью. Это, опять же-таки, мы в начале программы говорили о толщине еще льда. Здесь, значит, в первую очередь смотрите внимательно, да, можно ли, в принципе, выходить на эту речку. Да, данные о толщине льда на сайте МЧС размещаются. То есть, прежде чем выйти на рыбалку, куда-то собираться, зайдите на сайт, посмотрите, там есть толщина льда на разных водоемах, да? Да. Ну, и надо понимание иметь, что все-таки где-то, где сейчас уже течения, например, стали больше, потому что идет сброс воды сейчас, поэтому течение увеличивается, тем более на реках. Поэтому надо это брать все в расчет, что где-то лед, как я сказал, уже имеет достаточную толщину, а рядом он может быть просто промыт. Совет, наверное, специальный совет. И родителям, да, обязательно сейчас ни в коем случае уже нельзя использовать вот эти горки, да, и катание на поле. А куда можно скатиться, да? Да, у нас в районе Афанасия Никитина, да, по популярностью это место пользуется, сейчас там промыто. Ни в коем случае там нельзя сейчас кататься. Тем, кто собирается, страшно выходить-то, да, своими ногами на этот лед, но ведь есть до сих пор, наверное, есть желающие, которые и на снегоходах, тех же на квадроциклах, и на машинах выезжают на реки и озера. Такое место, такое у нас при ледоставе еще в декабре месяце в Западно-Двинском районе человек утонул месяц с квадроциклом. И любители у нас ездят в районе Старомелкого по Волге. Мы иногда можем наблюдать, что один с одного на другой берег пересекают. Это даже не рыбаки, а просто сокращают путь, чтобы с одной дороги попасть на другую. И бывали случаи, что у нас именно в этих местах машины провалились под лед и гибли люди, потому что выбраться из машины, которая провалилась под лед, практически невозможно. Бывает, что есть специальные, так сказать, методы спасания. Да, мы же здесь в этой студии обсуждали этот метод, и есть возможность такая. Есть возможность выжить, но она, конечно, очень маловероятна. С учетом того, в каком состоянии находится человек еще, да? Человек в шоке. Да, такие даже, вот я говорю, в интернете мы некоторые анализируем ролики, когда вот люди сами попали, так сказать, видео сохранилось, как люди провалились, а людей уже нет, а видео сохранилось. И вот то, что происходит в салоне, просто жутко смотреть, как люди гибнут именно. Будьте предельно внимательны и лучше не выезжайте на лед на любом транспорте, да? Будь то снегоход, будь то квадроцикл, будь то тем более машина. Потому что потом интересно, конечно, смотреть ролики, да, всевозможные в интернете. Но каково оказаться там, под водой самому, и как можно ли выбраться оттуда, об этом, наверное, мало кто задумывается. Что мы можем сказать относительно профилактической работы и особенностей вот этого межсезонья с точки зрения противопожарной безопасности? В чем риски сегодня, Александр Анатольевич? Ну, что касается межсезонья, если говорить, опять же, о тех изменениях, которые были внесены в правила противопожарного режима, там было акцентировано внимание на подъезды, проезды к зданиям, установку шлагбаумов, в частности. Для чего это, прежде всего, необходимо? Это очень актуальная тема. Раньше также были определенные запреты применительно к этой области. Но в новых правилах это все актуализировано и конкретизировано. Буквально на завтра у нас запланировано межведомственное совещание перед начальниками Главного управления, которое будет посвящено данному вопросу, а также обеспечению беспрепятственного проезда пожарных подразделений города Твери в данном случае. Если мы возьмем такую стандартную девятиэтажку, многоэтажку, пятиэтажку, неважно, значит, очень важно. Здесь же помощь вам старших по домам необходима, администрации, представителей власти. Здесь что необходимо, чтобы проехала пожарная машина? Никаких преград на дороге по пути во двор к каждому подъезду, да? Ну, естественно, никаких бетонных блоков, никаких ворот, никаких шлагбаумов. Если вот этот шлагбаум открывается с пульта, который находится в машине, по смс, по звонку телефона, такое не допускается. Если есть какой-то пост круглосуточного наблюдения, и он открывается этим дежурным, это, да, регламентируется, такое возможно. Мы провели за прошедшие 10 дней массу рейдовых осмотров придомовых территорий города Твери, поскольку акцент делаем на Тверь, потому что именно в Твери сейчас это очень актуально, вот эти вот проезды, подъезды, которые загорожены. Вот, выявили много вот этих шлагбаумов, каких-либо иных препятствий, ворот, подготовили всю необходимую вот базу. Будем, ну, как я уже сказал, завтра проводить межведомственное совещание, пригласим туда всех заинтересованных лиц. Сейчас будем ставить ребром этот вопрос, будем до всех доводить, ну, то есть до управляющих компаний, до товариществ, собственников жилья, до организаций, которые, ну, где-то не понимают, может быть, кто-то не знает, но, тем не менее, имеются нарушения. Будем, ну, то есть мы категорически настроены, будем, значит, исключать данные нарушения. А с какой целью перегораживать? Чтобы не заезжали какие-то посторонние машины, чтобы не ставили их во дворе? Цель как-то себя обезопасить, да, с одной стороны, а с другой стороны создается преграда для экстренных служб? Ну, цель, как правило, это просто удобство для заезда машин, которые относятся к данному дому или организации, которые там затем паркуются. Опять же, как правило, в хаотичном порядке, на что также мы будем обращать внимание. Вот, что недопустимо. Поэтому с этими шлагбаумами и иными какими-либо препятствиями мы будем бороться, поскольку есть нормативы, есть проектная документация, которая утверждается, ну, то есть экспертиза и потом реализуется в процессе строительства, и, естественно, отступать от нее в плане безопасности, это недопустимо. Что касается чистки домов, вот, тем более, это зимой характерно, для этой зимы это характерно, те же самые садоводческие товарищества и кооперативы. Необходимо ли там чистить улицы, потому что случиться может всякое, а иной раз улица так запорошена снегом, несколько метров может возникать, и пожарные машины не проехать, и скорой помощи не проехать? Ну, естественно, все это влияет на время прибытия, в данном случае мы говорим о пожарных подразделениях, но какой-либо другой техники, которая выезжает, вот, оперативной техники. Выносим такое мера, как профилактического характера, как предостережение называется, их немало было в этом году, выносили за нечищенные дороги, вот, поскольку это может повлиять на, и действительно влияет на проезд и работу пожарных подразделений. То есть это нужно быть уже председателем кооперативных садов, они должны быть в курсе, но вы с этой категорией жителей региона также проводите профилактическую работу? Естественно, у нас есть все необходимые реестры СНТ, вот, мы проводим в них рейдовые осмотры, так как это регламентируется законодательством, и при этих рейдовых осмотрах выдаем те документы, которые требуются, вот, в частности, либо предостережение, либо направляем официальную информацию. Сергей Евгеньевич, у нас, что называется, мы на пороге весны, но, тем не менее, еще важное событие, это паводок, вот, сказали в начале программы, что весна ожидается, такая затяжная, да, приход весны, таяние снега. Что характерно для специалистов вашего подразделения вот в этот период, о чем вы еще хотите предупредить, чем опасен тот же самый паводок? Ну, подразделения и другие организации, заинтересованные сейчас, этот вопрос будет рассматриваться и на областной комиссии по безопасности, вот. Как правило, у нас подтапливается эта западная зона и Макстихинский район, вот. Тем не менее, люди уже знают, да, в каких местах может быть подтопление, поэтому необходимо, в принципе, все равно и готовиться заранее. То есть, какие вещи, если находятся на первых этажах, в цоколях, в подвалах, то необходимо их поднять более на высокое место. Это просто вот так уже знают, да, это же из года в год в одних и тех же местах. Подразумеваю, да, это особенно белые у нас подтапливаются вот в этих местах. Тем не менее, группировка, она в случае подтоплений будет направлена, будет оказываться помощь сотрудниками МЧС в обязательном порядке, и плавсредства дополнительные туда будут направляться. Вот, чтобы и была возможность и людей перевести из подтопленных обязательно будут помещения различные для размещения граждан. То есть, это уже как бы готово к этому? Это плановая, да, работа. Из года в год. Она, да, занесена уже во все как бы ведомственные документы. То есть, здесь, ну, мы понимаем, что мы в любом случае сработаем. Главное, в СНТ, чтобы люди тоже понимали в своих, чтобы участки будут подтоплены, чтобы они тоже вовремя как бы убирали там различную технику, если какая-то есть, какие-то предметы свои, чтобы, то есть, превентивные мероприятия тоже сами провели. Достаточно в регионе тех же плавсредств для спасения, если для того что-то случится? Да, создана и мобильная группировка, то есть, в любой момент и сотрудники аварийно-спасательной службы, и ГИМС, ну, выдвинутся именно в тот район, где такая будет необходимость. То есть, это, можно сказать, что плановая работа, плановый риск определенный, да, и к этому уже в регионе готово. Еще, да, и соответствующие будут проведены совещания, мероприятия. А техника, она уже сейчас как бы подготовлена, она законсервирована, вот, для таких вот моментов. То есть, в случае чего ждет своего час, ну, лучше бы этот час не наступал, что называется. Но есть такие годы, когда все проходило плавно, да. Вообще, для безопасности жителей региона такая затяжная весна, это благо? Ну, тут как бы, смотря с какой стороны смотреть, потому что уже привыкли, последние две зимы очень мягкие были у нас. Но данная ситуация нас спасла, что были вот эти оттепели, и значительное количество снега уже стаяло. Если бы вот этих оттепелей не было, то мы на полях бы увидели, что у нас снег до метра доходил. Но, тем не менее, у нас будут выставлены и мерные линейки, мы будем следить за уровнем на водоемах, поднятие. Вот, поэтому в этом плане, ну, работа будет проводиться в обязательном порядке. Александр Анатольевич, а достаточно ли количество специалистов по пожарной части в регионе? В каждом ли районе есть пожарные части? Добровольные народные дружины, так, чтобы жители региона знали о той армии спасения, которая существует, если вдруг произошло огненное несчастье? Ну, если говорить о пожарных подразделениях, у нас 81 пожарно-спасательное подразделение в области создано, численностью более 3,5 тысяч человек. Да, это такое серьёзное подразделение. Более 400 единиц техники. Вот, также, естественно, есть добровольцы, ведётся реестр этих добровольцев. Есть как добровольные пожарные команды, то есть с техникой, с выездной и с мотопомпами. Есть добровольные пожарные дружины, то есть которые создаются, как правило, на объектах, в сельских поселениях, в администрациях. То есть это люди, в данном случае мы говорим о тех людях, которые ведут пропаганду, ведут инструктажи. То есть, в принципе, пожаробезопасный образ жизни они несут в массу, скажем так. Поэтому мы готовы всегда к тем вызовам, которые нам предстоят. Мы готовы не только к профилактике, но и, естественно, к реагированию на пожары, которые ежедневно, стоит констатировать, этот факт происходит. Среднее время приезда на пожар существует ли какое-то такое вот время, в которое вы должны уложиться? Или это зависит от удалённости той же самой деревни, хотя там поблизости где-то должна располагаться пожарная часть? Есть такое время, которое регламентировано техническим регламентом от требований в пожарной безопасности. Это 123 федеральный закон 2008 года. То есть в городе это не более 10 минут регламентом утверждено, и в сельской местности не более 20 минут. Естественно, мы стараемся, но не то, что мы стараемся, у нас там, где нет пожарно-спасательных подразделений, их, естественно, сразу же информируются добровольные пожарные команды, которые в первую очередь выезжают на пожары. В том числе и сегодня был сфиксирован такой случай у нас в Вышневолодском городском округе, где первое, то есть на удалённый пожар, который свыше 30 километров от пожарно-спасательного подразделения произошёл, первым прибыло ДПК, которое находилось, ну, не так далеко, скажем так. Ваш профессиональный совет, буквально несколько минут, что делать людям, которые оказались в эпицентре пожара, если загорелся дом, если что-то загорелось, что делать, вот буквально, и чего делать нельзя? Что делать чётко регламентировано тем же 69-м законом пожарной безопасности, правилами противопожарного режима. Ну, если так коротко вот сейчас сказать, ну, во-первых, ни в коем случае не нужно сразу начинать тушить этот пожар, нужно, во-первых, выйти самому, если там есть кто-то, какие-либо другие люди, обеспечить их эвакуацию спасения, если это возможно, конечно, вот, срочно позвонить пожарную охрану, назвать адрес, свою фамилию, контактные данные, что горит, вот, и уже затем, если есть какие-либо подручные средства пожаротушения, приступить к тушению пожара этими средствами, не допуская, то есть, причинения вреда жизни, здоровью себе самому, ну, или, там, посторонним лицам. Средства пожаротушения имеются в виду огнетушители? Или что-то заливать водой? Ну, это, естественно, и огнетушители в первую очередь, и в летний, ну, не в зимний период, скажем так, и бочки с водой, которые регламентированы в СНТ, в частных домовладениях. Всё это может быть использовано для первичного пожаротушения. Но прежде всего заботиться о своей жизни? Прежде всего эвакуироваться и позвонить в пожарную охрану. Это всё, что нужно сделать, ну, и принять меры по встрече пожарных подразделений, поскольку адреса бывают довольно-таки, ну, и удалённые, как мы только что говорили, и сложно найти этот адрес, но нужно встретить пожарную охрану. Сергей Евгеньевич, Ваш совет, у Вас риски какие, вот, связанные с приходом весны, вот, на это весеннее время? Прежде всего, вот сейчас о толщине льда поговорили, куда нельзя выходить. Вот уже лёд стаял. Что делать? Какая опасность ещё людям грозит? Ну, вдоль берега может оставаться, вот лёд отошёл, а вдоль берега всё равно остаётся лёд, который именно может лежать даже на берегу, на дне водоёма, а воды уже нет. Но выход на край такого льда тоже очень опасен. То есть ноги, особенно детям, нужно знать, что могут подскользнуться, и Вы окажетесь в воде. Такие случаи уже были. Вот, детям ни в коем случае не кататься на льдинах в весенний период. Вот у нас есть такая, правильно, практика, что детишки любят выйти и покататься на льду. Ну, здесь уже обращение, наверное, к родителям внимательно следить за детьми. Ну, тем не менее, мы и в школах проводим занятия, обязательно в порядке рассказываем, к чему это приводит. То есть, в первую очередь, родителям не отпускать детей на водоём одних. Ну, и чтобы у людей было само понимание, что переходить в водоём в такое время года категорически запрещается. Вода же подымается, да? Сейчас будет приход воды в связи с таянием льда. Поэтому необходимо все понимать риски. Рыбакам брать с собой обязательно средства спасения. Брать пешню, так называемую, проверять даже толщину льда. Что, как бы, это бывает особенно, когда лёд начинает вставать, люди идут с пешнёй. Ну, и, соответственно, когда лёд тает, чтобы проверять его толщину. Поэтому и ни в коем случае не выезжать на транспортных средствах на лёд. И потом уже, наверное, будут ограничения, но там связанные с другими, когда уже лёд стает, когда можно, чего можно, чего нельзя. Опять же-таки, когда человек находится на лодке, необходимо спасать его лёд. Это в обязательном порядке, да. Об этом, я думаю, мы ещё поговорим. Ну, и, как бы, уже начинается скоро запрет на определённые виды рыб. Нельзя будет заниматься под лёдным ловом. Ну, и уже и на открытой воде, в том числе. Ну, вы тоже принимаете участие в таких рейдах, как... Ну, и совместно, да, с сотрудниками по охране биологических ресурсов проводим рейды. Тем более, они привлекают и нерадивых водителей, которые и выезжают на лёд, и подъезжают к водоёму, что тоже законодательством запрещается. Поэтому необходимо всё это брать во внимание. Александр Анатольевич, ваши советы такие вот просто, вот, опять же-таки, что можно, чего нельзя жителям региона, как себя обезопасить, и когда надо приступать уже к ремонту вот этого самого электрооборудованного печного отопления, уже можно по весне это делать? Ну, как правило, ремонт печного отопления нужно делать летом, перед началом отопительного периода. Это как готовится, а не летом. Да, совершенно верно. Вот, ну, те, кто постоянно пользуется печами, естественно, это знают, вот, делают, но мы об этом напоминаем, то есть при рейдовых обходах, при, то есть, подворовых обходах, вот, домовладений. Что касается электропроводки, ну, естественно, ни в коем случае не перенагружать эту сеть, вот. Это основное правило, вот, если проводка старая, ветхая особенно относится, ну, естественно, её нужно менять. Ну, существуют специалисты-электрики, к которым обращаться нужно и нужно. Да, лучше, чтобы это сделал специалист, поскольку многие в своих частных домах, правило, делают это самостоятельно, ну, что впоследствии может привести к необратимым, то есть, ну, к трагическим, даже, не дай бог, к каким-либо последствиям. И буквально несколько секунд у нас до конца эфира обратиться, наверное, к родителям детей. Ну, обращаясь к родителям, в первую очередь, всегда хочется сказать, что ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, вот. Вот, это главный фактор, вот, который относится не только к пожарной безопасности, а, в принципе, к комплексной безопасности. Вот. Не оставляйте на видных местах спички, зажигалки. Это всё по-прежнему опасно. Сколько причины, да, пожаров от детской шалости, они продолжают иметь место быть. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Я думаю, что к вашим советам в очередной раз прислушаются жители нашего региона. Спасибо, будьте здоровы, берегите себя. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо.